Мы придумали классный челлен. Мы приехали на первую винодельню. Мы на винодельню, которая называется Сафрон Филдс. Самая европейская из всех виноделин, на которой мы сегодня побывали. Историю немного рассказать, и на Нуаре это ее любимое вино. Открытие в... Just married trip. А, классно, через 7 лет. А что, нет бакларины? Нет. Я бакларина. Привет, я Андрей. А я, Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. КОНЕЦ ФИЛДЦ 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 Ребята, мы сейчас приехали в долину, которая называется Уиламет. И она находится где-то в полтора часа езды на северо-запад от Портланда. Мы приехали на первую винодельню, которая называется Патриция Грин. Маленькая винодельня, которая производит примерно 16-18 тысяч бутылок. Основала ее первая женщина, которая основала винодельни в Уиламет долине примерно в 2000 году. То есть это очень молодая винодельня. Интересно, что из 30 вин, которые они производят, 25 видов разных пенануаров. И берут они из 7 разных субрегионов этой долины винограды, которые, вот удивительно, на таком маленьком расстоянии, они очень сильно отличаются друг от друга. Потому что часть этой долины – это вулканические почвы, а часть – это почвы из осадочных пород, потому что эта вся долина когда-то была дном океана. И эти винограды, они очень сильно отличаются. В зависимости от того, где они растут. Мы придумали классный челлендж. Сегодня мы будем на нескольких винодельнях в долине Уиламет. И мы у каждого человека, который производит вины здесь, и на тех винодельнях, на которых мы будем, мы просим их подписать нам бутылку вина, которую выбираем, которую покупаем, чтобы в день нашей свадьбы, в определенный год, лучший для этого вина, открыть эту бутылку. В данном случае на винодельне Patricia Green Cellars мы выбрали Pinot Noir. Вино называется Durant Vineyard. И нам подписали «Drink on your 10th anniversary». То есть выпить через 10 лет на день вашей свадьбы – это вино. Ровно через 10 лет мы откроем эту бутылку. Первая бутылка в нашем списке. Субтитры делал DimaTorzok Мы на винодельне, который называется Saffron Fields, то есть поля шафрана. Хотя на самом деле никакого шафрана здесь нет. Здесь есть виноградники, виноград и вино из него. Почему оно так называется, если здесь нет шафрана? Основатель винодельни, он выходит из Индии. И поля виноградников напоминают ему о полях шафрана на его родине. Очень интересные вина. Мы начали только что с Chardonnay, единственного белого во всей этой коллекции. Вино со вкусом конфет карамельных. Обычно это соленая карамель, потрясающе вкусная. А это Pinot Noir 2015 года. И здесь в описании ароматов, например, присутствует тост. Ну, тот самый тост, поджаренный кусок хлеба. И это очень удивительно, потому что в Европе при описании вина ты никогда не встретишь такого описания. Ну, по крайней мере, я никогда не встречала. Но здесь, в Америке, это удивительно. Можно встретить в описании аромата вина тост. У Маши Pinot Noir это ее любимое вино. И мы, когда планировали этот trip, такой наш Just Married Trip, да, в твоем только женившийся, или как это сказать, я запланировал поездку в сердце американских Pinot Noir'ов, Dammit Willamit, да, которые, в общем-то, на 95% засажены виноградником и его клонами, Pinot Noir'ом. Что такое клоны, почему они здесь называются клоны? Смотри, ну, есть основной сортов винограда, Pinot Noir, да, и есть клоны, выведенные свойства Pinot Noir'а, например, он не так, там, устойчив к засухе, или не так устойчив к каким-то природным и почвенным, да, перуаровским явлениям, поэтому люди путем селекции выводили клоны. Понятно. Для того, чтобы клон был более приспосабливаемый. Более приспосабливаемый. Например, здесь никто никогда не верил, что в Орегоне будут расти, ну, все крутили там первым этим коммунаром, который здесь основали, хиппи, да, там, в 60-70-х годах, они приехали сюда и буквально жили в палатках, потому что не было здесь ничего еще. Здесь правительство выдавало бесплатно землю тем, кто вырубит 2 гектара леса и расчистит эту долину для земледелия. Почвы здесь очень благодатные, благородные и богатые на минеральное скопание, потому что это было и дном океана, и вулканические почвы. Пенонуар здесь себя прекрасно чувствует, совершенно необычные ароматы и тона в этих пенонуарах, они сильно отличаются от бургундии, я бы сказал, здесь гораздо больше ягод, они все свежие, это ежевика, это клубника, черная смородина, черная смородина, терн, сливы очень много, очень насыщенные, они такие более плотные, они не такие деликатные, но, например, я это очень люблю. Мы сейчас не говорим про максимальную деликатность, потому что она наверняка где-нибудь там в Бордо, в Бургунде. Да, ну эталоном деликатности. В общем так, орегонские пенонуары никогда не станут бургундскими, а бургундские никогда не смогут быть такими же, как орегонские. Че-то так сместилось. Ладно, это вторая бутылка вина, которую мы сейчас купим на винодельне Сафронфелдс. Это пенонуар 2015 года. Я не знаю, когда мы должны будем его открыть. Сейчас узнаем. Я хочу, пожалуйста, сейчас поставлю. And I'm gonna try and do that in my prettiest handwriting. Thank you. You're welcome. В 2025 году, это через сколько лет? 7. Через 7 лет. А, классно, через 7 лет. Самая европейская из всех виноделин, на которой мы их сегодня побывали, называется она The Name Vivio. Угодия, да, винодельня. И это причем такое почти что бургундское слово, не просто французское. Предки-основатели этой винодельни уже здесь, в Орегоне, они из Бургундии и владеют там виноградниками, производят там вино и пенонуары в том числе. 10 лет назад он приехал сюда, в Орегон, и потихонечку начал разбивать виноградники. И всего лишь несколько лет назад открылась эта винодельня. А здесь можно попробовать и пенонуары, и розы они делают в том числе. Это на самый-самый последок выдержанное в дубовых бочках шардоне, которое подается уже в самом конце после всех пенонуаров. Это долина Уэлэмиддэмин. Как началось? Примерно в середине свингующих 60-х годов вот эти хиппи, которые искали справедливости, которые устали от глобализации, которые были на протестном таком настроении, они придумали создавать здесь, в Орегоне, такие коммуны и жить на доходы от земли. То есть, по сути дела, днем они работали программистами, какими-то учителями, ну, какими-то government-работниками правительственными. Вечером они переодевались в резиновые сапоги и в одежду робу такую и месили тут болото, зачинали все это в виноделии, зачинали все это дело и первые ферментации они делали вина в баках от Coca-Cola, да, у них не было денег вообще. И выжить они могли только благодаря коммунам. Среди них был единственный один человек, который здесь такой прародитель, зачинатель, начатель, как бог здесь, да, в этой долине. Уэлэмидд, его звали Дэвид Лэдд. Вот Дэвид Лэдд, он единственный был, кто на тот момент среди этих коммун имел какое-то образование связанное с виноделием. Хотя вообще по образованию он стоматолог. И в 61-м году, в 1961-м году по дороге в Сан-Франциско он заехал в НАПУ, влюбился в виноделие, влюбился, как это часто бывает, в НАПУ и решил создать себе где-то другую НАПУ, да. И его работа в университете была посвящена регионам мира, где, по его мнению, идеальные условия для произрастания пенануаров. И вот он предсказал в 61-м году значит, три региона в мире. Среди них была Новая Зеландия, была граница Португалии и Галисии испанской и была Уиламид-долина. И два предсказания из его работы вот этой дипломной, они сбылись. То есть уже пенануары лучше на этом острове в Новой Зеландии, где он предсказал, и в Орегоне, да. Сюда пришли виноделы СНАПы, которые уже были на тот момент богатые, вложили, инвестировали сюда кучу средств. И это все уже подняли на уровень, когда вина действительно стали признанными в мире, признанными во Франции, на родине Бургундии, на родине пенануаров. Мои любимые пенаны. Это не все. Открытие в 2026 году. Через 8 лет. Даже не могу себе представить, что будет через 8 лет. Можете писать привет, как человеку, да, себе 8-летней. Что бы ты хотел себе пожелать через 7, через 8, или через 10 лет? Больше ловить кайф от каждой секунды, проведенной вместе, что ли? И пить вино. Пить вино, быть здоровыми, счастливыми, наслаждаться жизнью, она такая короткая. Наблюдать прекрасные. Во всем. Пусть будет так. Ханни-мун, Аляска-вэй. Короче, это наше место, 87-е. Таких кемпингов здесь десятки по дороге. Остерс парк, где мы только что ели устриц. Обычно мы очень, очень полезно питаемся, но здесь у нас плавают. Смотри, смотри, кто плавает. Та-ка-либо, посмотри, лосось плавает. Это мой первый в жизни с серебряным лосось. Так я же надела на тебя все, что мне было. Это суровые рыбацкие условия в центре Тихого океана. А сколько метров поднали? Поедим! Едем и едим! Потрясающий момент! Смотри! Субтитры сделал DimaTorzok